Шалом! Это новости на первом еврейском. Главное за 7 минут. С вами Дмитрий Мирский. Это уже становится системой. В Аргентине в третий раз напали на Равина. Дарование Торы на горе Синай. Еврейский мир отметил праздник Швот. Смелее, ярче, умнее в Москве создаётся еврейская команда КВН. Избит аргентинский раввин. Шлома Тавиль из еврейской религиозной организации Бейтхаббат подвергся нападению в центре аргентинского города Росарио. Трое преступников сорвали с Рава шляпу и растоптали её, после чего нанесли ему несколько сильных ударов. Остановить избиение смогли прохожие, нападавшим удалось скрыться. Еврейская община Росарио потребовала от городских властей подробного расследования этого инцидента. Напомню, это уже третий за последние два месяца случай антисемитского нападения. В апреле был атакован главный раввин страны Габриэль Давидович и его супруга. А в середине мая жертвой преступников стал раввин из Буэнос-Айреса Ильяхо Шаман. Пшеница в огне. Четыре пожара на границе с сектором газа уничтожили 150 дунамов или 15 гектаров зерна. Пожары стали следствием так называемого «огненного террора из газы» и оказались самыми сильными за последние несколько месяцев. Огненные шары, выпущенные в сторону израильской территории, уже не первый раз создают пожароопасную ситуацию на юге страны. Российская «пятерочка» ищет израильские стартапы. Крупная торговая сеть готова инвестировать в израильские разработки, касающиеся создания умных полок в супермаркетах, разработки электронных ценников, роботизации, системы доставки продуктов и контроля их качества. Особо подчеркивается, что речи о создании сети «пятерочка» в Израиле не идет. Один из совладельцев X5 Retail Group, который принадлежит сеть магазинов, гражданин Израиля – миллиардер Михаил Фридман. В 2018 году общий доход холдинга составил 33 миллиарда долларов. 270 тысяч израильтян отметили живот на природе. Самыми популярными местами стали парки Исари, водный парк Ганай Аш-Лоша, побережье Мертвого моря и озеро Кенерет. Многие, по традиции, эти два дня провели всей семьей в палатках. О том же, как отметили праздник дарования Торы во Владикавказе, в нашем сюжете. Садитесь, пожалуйста, садитесь! Поплотнее! Здесь гости из Республиканского Дома Дружбы, из армянского и татарского общества. Они вместе с еврейской общиной Владикавказа отмечают праздник дарования Торы. Священное писание евреи получили на 50-й день после исхода из Египта на горе Синай. С тех пор они исполняют все заповеди Всевышнего и распространяют знания о нем по всему миру. Евреи вообще сохранились в этом мире благодаря религии. Мы знаем, что в наше общение евреи из разных колен, можно сказать так. Швует – это и начало нового сезона. Жатвы, пшеницы. Раньше в этот день храм приносили новые урожаи и караваи. Сейчас все собираются за праздничным столом, где есть молочное и мучное. Это традиция. Когда евреи вернулись с горы Синай с Торы, то они не успели откошировать посуду и ели творог, сметану, сыр и пироги. Счастье, удача, благополучие. И чтобы не только в этот праздник, чтобы жизнь был праздником, чтобы жизнь дарила счастье, радость общения с людьми, радость помощи людям. Накануне праздника всю ночь изучают Тору. В день ее дарования в синагогах со свитком танцуют и обходят подиум – биму – семь раз. Еврейское общение Владикавказа Торы появилось в 2007 году. Ее привезли из Москвы. Идем, идем, идем. Слава Всевышнему! Это праздник, если разобраться не только Еврею, а всего человечества. Потому что все религии произошли в основе и имеют Тору. Напоследок – проверка знаний. Викторина – загадки Швота, заместителя председателя общины Герхарда Наделя. А с личником вместо пятерок – призы, а потом танцы на бис и до упаду. Все евреи делятся на веселых и на охотчивых. Когда они встречаются, происходит магия. В Москве создается еврейская команда КВН. О новых планах по захвату улыбок зрителей Инны Захеева. Еврейский юмор всегда отличался самобытностью, интеллектуальным изяществом и тонкостью. Для него характерна самоирония, высмеивание слабости не только еврейского народа, но и всего человечества. В России огромное количество людей с еврейскими корнями, которые прославились благодаря отменному чувству юмора. Аркадий Райкин, Максим Галкин, Ефим Шифрин, Геннадий Хазанов и многие другие. Новые звезды на небосклоне юмора решил зажечь предприниматель Геннадий Сосунов. Мне кажется, уже наступило время, когда нужно было идентифицировать команду, а не отдельных людей, которые выступают на телевидении, в кино, по радио, где представителей нашей национальности очень много. Ну и сама идея в том, чтобы собрать всех вместе на одной сцене и показать команду с национальным колоритом. Уже есть звонки от ребят, которые хотят участвовать в КВН. Мы с ними пока проговариваем это все в таком телефонном режиме. В ближайшее время назначим встречу. Мы не будем ограничивать желающих участвовать. Это может быть и автор, это может быть и непосредственно участник, кто-то может хорошо поет. На месте мы разберемся. Главное, чтобы было желание, и этого достаточно. Менторы команды – чемпионы высшей лиги КВН. Бенни Анисимов и Шабан Муслимов. Они поделятся бесценным опытом, научат ребят работать с большой аудиторией. Вот я, например, еще в прихожей предлагаю гостям тапочки. В хорошие времена удается продавать до 20 пар тапочек за один вечер. Главная цель будущей команды КВН – высшая лига. Поэтому отбор будет серьезным. Я КВНщик, я много лет играл в КВН высшей лиге за команду «Махачкалинские бродяги» и несколько игр провел за сборную СНГ. Я жду, что соберутся интересные ребята, энтузиасты с чувством юмора и с желанием создать классную команду и посмешат нас всех. Критерии, они простые. Первое, самое главное – это большое желание. Дальше, собственно, прежде всего в команде нужны авторы и актеры. Прежде всего, плюс музыканты, плюс администраторы и так далее, как обычно. Но главное – это авторы и актеры. Критерий – это умение придумать шутки. Придумать шутки и писать чем больше, тем лучше веселых, интересных шуток. И второй критерий – умение их смешно сыграть. Выдуша компании с отменным чувством юмора, озорной весельчак с актерскими способностями. Узнали себя? Тогда самое время сделать первый шаг и попасть в большой КВН. Я хотел бы пригласить всех желающих на кастинг. Это девочки, мальчики. Возраст совершенно не ограничен. Я повторюсь еще раз – это желание. Дальше, в той атмосфере, в которой все будет проходить, я думаю, все таланты, которые скрыты в вас, они просто-напросто появятся. Кастинги пройдут в несколько этапов. На территории синагоги на Поклонной горе. Теперь все зависит от активности веселых и находчивых, от тех, кто не побоится бросить вызов сам себе и стать звездой КВН. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Следите за нашими выпусками. Всего доброго!